Вынесен обвинительный приговор в отношении бывшего министра строительства и ЖКХ Василия Корнилева. Решено отправить экс-чиновника в колонию общего режима. Обвинение требовало 9 лет лишения свободы. В результате бывший зампредседателя правительства проведет за решеткой 8 лет. Кроме того, Корнилеву в течение трех лет запрещено занимать должности на государственной службе. Василий Корнилев заплатит штраф в размере 1 миллиона рублей. Ущерб государству возместят еще 4 фигуранта уголовного дела. В их числе директор ГКУ Астрахань Автодор и его заместитель и руководители двух коммерческих организаций. Они заплатят штрафы от 400 до 900 тысяч рублей и отправятся в колонию общего режима на срок от 5 до 7 лет. Следствие установило, что Корнилевым была организована преступная группа. В результате сговора из федеральной и областной казны были похищены более 660 миллионов рублей. Как пояснили нам в прокуратуре Кировского района, эти деньги выделялись на ремонт и строительство дорог в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Ни Корнилев, ни иные фигуранты по данному делу вину не признавали. Корнилев отрицал, как и другие фигуранты по данному делу, само событие преступления. Приводились доводы о том, что хищение отсутствовало. И, кроме того, приводились доводы о том, что никакую организованную группу он не создавал. И, кроме того, Корнилев был осужден также и за совершение преступления, пересмотренной частью 2 статьи 26 Уголовного кодекса превышения должностных полномочий. Им были подписаны незаконные документы о перечислении 19 миллионов рублей по агентскому договору, которые были выделены из бюджета Астраханской области. Следствие ввели два года. Были допрошены десятки свидетелей. Дело насчитывает почти три сотни томов. Приговор пока не вступил в законную силу, его можно обжаловать в течение 10 дней. Напомним также, что экс-министр ЖКХ добровольно сложил себя полномочия 8 августа 2018 года. В официальных сообщениях говорилось о том, что Корнилева ждет новая работа в столице. А на следующий день, 9 августа, он был задержан у трапа самолета при попытке покинуть страну и отправиться в Испанию.